По поводу национальных комплексов и отношений между людьми. Ну, мои дорогие. Ну, золотые, ну, замечательные, ну, серебряные и позолоченные. Поймите. Национальные комплексы, вообще комплексы любой группы, хоть там профессиональные, да, они всегда уничтожают личность человека. И национальные комплексы нельзя ставить выше отношений между людьми. Я думаю, что вы можете догадаться, о чем идет речь. Вот происходит какой-то конфликт. Неважно, да, это русско-украинский конфликт, это конфликты, которые были любые, значит, социальные, просто революции, какие-то войны. Это не имеет никакого значения, да. И начинают по-разному. Вот это они дружили, и они не ссорились, и потом происходит конфликт, и они ссорятся только потому, что они в разных стаях. И не просто один, ведь они могут даже быть по одну сторону баррикад. То есть, допустим, русский может быть против режима Путина, ну, просто против, да, но к нему относятся плохо, кто слушал на русский. И наоборот, это безумие. И дело на то, что русский может быть немец, итальянец, мексиканец, кто угодно. Это безумие. Вы сами себя не уважаете, когда вы ставите стадо, коллектив выше личного выбора. Потому что вы не выбираете, что вы родились русским, украинцем, эстонцем, значит, зензибарцем и так далее. Это не ваш выбор. А ваша личность зависит и формируется только вашим личным выбором, ежедневным и глобальным. Вы не виноваты, что вы родились в какой-то определенной местности, где какая-то религия. И вы ее не выбирали, поэтому вы совершенно ничего не обязаны этой религии. Вы можете выбрать другую, науку, атеизм, религию, другую, все что угодно, да. Понимаете, нельзя быть рабом стаи. То же самое с языком. Я просто от этого... Это так бесит. Говорите, очевидные вещи. То же самое с языком. Ну, комплексы. Ну, хорошо. Но если вы... Я не хочу этот. Я хочу другой. Ну, давайте возьмем какой-то зензибарский язык. Ну, вот, ну, да. Ну, на зензибарском языке нет Шекспира, нет Гёте, нет Данте, нет Пушкина, нет Лермонтова. А значит, нет Адама Мицкевича. Ну, нету. Но вы на нем родились, в нем, вот в этом зензибаре. Ну, это не значит, что вы должны испытывать такой комплекс, чтобы вы заебете этим зензибарским языком всех. Более того, заставить его еще уважать. Чтобы заставить уважать зензибарский язык, надо на нем написать что-то, как Шекспир или Петрарка с Дантой. Или еще там, сказать, 50 заводов, как в Германии. Вот 50, 150, вероятно, тысячу заводов. И, о, там, я сам захочу изучить зензибарский язык. Сам. А когда вы пихаете невпихуемое, это называется коммунячество. Потому что коммуняки заставляли внеэкономическим принуждением. То есть, это не конкуренция. Конкуренция знаний, талантов, работников, языков, даже секса, чего угодно. А это принуждение. Вот ты вот будешь... Ну, это же... Ну, и столько я уже... Сто я уже не знаю просто. Просто уже... Такой я зверин уже просто сейчас... Вот кто бы мне попался из тех, кто с комплексом, вот здесь вот, да? Это было бы такое ням-ням просто. Мясной ряд был бы. Поэтому не ставьте. Но будьте вы личностями. Будьте вы свободны. Я всю жизнь учу людей свободе. Понимаете? Свободе выбора, свободе знаний. Только знания дают свободу. И вы должны выбирать не то, что... Вот в чем... Может, вы родили в Швейцарии, там замечательно. Уже в говне родились. Вы же не будете всю жизнь себе это таскать и говорить, что это лучше, чем в Швейцарии. Ну, это же ахинея. Ну, ахинея это. Более того, вы хотите помочь своему этому краю и так далее, вы можете помочь только, когда вы перенесете принципы условные Швейцарии на туда. А не то, что вы будете оставить, что говно это лучше, чем в Швейцарии. Или такое же. Или говорят, ну, хорошо, может быть, вы не любите, но вы обязаны уважать, значит, нашу мумба-юмба, наш язык или что-то. Я никому ничего не обязан. Я не обязан уважать. Потому что мне для этого нужны аргументы и доказательства, почему я должен уважать. А приори я никого и ничто уважать не должен. Вот когда будет, говорю, о, да, на нем написан Гёте. Я это уважаю. Так же, как и с мифологией религиозной. Вы докажите, приведите аргументы. Это я буду уважать. А если вы не можете доказать, значит, что вообще что-то существует, какие-то высшие эти персонажи, да, ну, какого, какого, какого немецкого мира, я должен вообще это уважать. И вот этот принцип вы можете применять ко всему. И применяйте. И вот еще. Еще один пост тоже, я думаю, вам зачитаю. Как же надоели местечковые этнические комплексы. Годами. Так и в последнее время усилилось сотни писем убогих приматов в личку с просьбами. А напишите, что это не русский, а армянский, украинский, эстонский, занзибарский, лапланский, марсианский композитор, слэш художник, слэш дворник, слэш отцу. Извините. Если бы, к примеру, поймите, если к примеру, это я уже ладно это написал. Если бы, например, вот украинец спросил за армянина восстановить справедливость. Либо армянин за поляка. Либо казах за эстонца. Что это вот не русский, а эстонский композитор. Если бы казах бы просил. Или украинец спросил бы за, допустим, киргиза. Это бы я еще как-то... Хотя это не ко мне, но я бы смог это как. Но годами, мои дорогие, это же кромешный. Это так устаешь от этого, что просят вот нашего моню. Вот это самое, значит, наше это самое. Вот, но я даже не знаю уже, что сказать. Это же просто невозможно. Что же бы каждый своим болотом-то? Ну, посмотрите, что вокруг мир. Мир огромный. Есть другие нации, есть другие интересы, есть все другое. И, смотрите, если какой-то писатель, художник, композитор жил, предположим, родился и жил в США, и он этнический, его предки, он сам приехал, он этнический, француз, англичанин, киргиз, русский и так далее. Он всю жизнь прожил, работал в США. Он какой? Он американский композитор, писатель и так далее. Если он всю жизнь прожил во Франции, но он оттуда когда-то, или его предки, или он приехал из Италии. Вот, допустим, скажем так, Пьер Карден. Вот Пьер Карден, вы все знаете, что это великий французский модельер, дизайнер. Вы все это знаете, что великий французский модельер. Но он никакой не француз, он родился на севере Италии, не его предки, а он уже там родился, жил и переехал во Францию, работал в доме Диоры и так далее. Он итальянец по крови, но мы его не можем назвать итальянским модельером, потому что он состоялся, жил, учился, работал, все, он француз, понимаете? И так далее. И если кто-то ни одного дня, либо что-то несерьезное не жил в Грузии, в Армении, в Украине, в Эстонии и так далее, а жил в Российской империи, в СССР, значит, он советский композитор или российский композитор и так далее. Но это объективно, потому что он здесь вобрал в себя все, он учился, он женился, он ел, он спал, он получал деньги, он получал заказы, он получал заказы от частных, от государства и так далее, он здесь реализовывался, он здесь играл, он здесь ходил по улицам, он здесь выбирал архитектуру, он здесь реализовывался, он здесь получал деньги, но еще все здесь сделал, как и в Америке, как и во Франции, в Германии и прочее, прочее. Ну, это вот очевидно И все свои эти комплексы Засуньте себе поглубже Вы меня извините Просто невозможно Я еще понял, если бы они просили за друг друга нации Но они каждый со своей Приходит до слова Он просит за украинца Шьян, он просит за армян Это же невозможно В личке такой с года в год А скажите, что это наш композитор Сука, напишите вы сами что-нибудь И станьте своим композитором Вы хотите наш язык Напишите, не надо в соцсети писать Вы заебали свои графомани в соцсетях Напишите книгу, которая будет интересна миру И тогда вы защитите свой язык А если вы будете требовать просто Из злобы, из ненависти, из ущербности Никому это не будет нужно Давай следующий вопрос, Антошу